Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что спросить у мужчины вместо «как дела?» Хочу начать общение с мужчиной после ссоры. Что можно ему написать вместо «как-то», «как дела» и «как настроение», чтобы это было оригинально и не унизительно с моей стороны, так как мне очень сложно первой начинать общение. Подскажите, как завязать диалог после ссоры. Мы уже общались онлайн по работе немного. Ну, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я думаю, что в первую очередь стоит отметить, что является проблемой тот факт, что для вас сложно начать общение первое, особенно если вы, получается, хотите общаться с этим человеком и почему-то воспринимаете то, что вы первое начинаете общение, как унизительный для себя факт. Тут прослеживается отсутствие опоры на себя, тут прослеживается, наверное, превалирование потребностей получить что-то от человека на потребности чем-то поделиться, то есть внутренний дефицит, и тут прослеживается, в общем-то, история про заниженную самооценку. Вот, все это необходимо и необходимо корректировать. Следующий момент касается самой ссоры. Она произошла не на пустом месте, она произошла из-за чего-то, соответственно, было бы неплохо, если бы вы, ну, так сказать, увидели свою ответственность в этой ссоре. Вот, и часть ее, а именно 50%, взяли бы, в общем-то, на себя и свободно бы ей распоряжались. Дальше. Да, это поможет вам не брать на себя лишней ответственности. Не реагировать, например, в чувство вины или обиды на то, если мужчина вам будет что-то предъявлять. Дальше. Вы говорите о том, что хотите написать человеку. Так, а что же и для чего же вы хотите ему написать? Из какого чувства вы это делаете? Из какого чувства вы хотите ему, ну, написать, да? Очень важно на это обратить ваше внимание. Почему? Ну, ответ довольно прост, потому что именно из этого будет проистекать, скажем так, то, что вы ему напишите. А сейчас вы просто пытаетесь придумать какую-то фразу, какие-то слова, вот. Чтобы не продемонстрировать главного. Что вы чувствуете к мужчине. А, ну, вы в нем нуждаетесь, например. вы хотите, например, делать человека счастливым, например. И так далее. вариантов здесь, на мой взгляд, довольно много. и ваша задача заключается в том, чтобы как можно лучше, полнее для себя понять, что вы испытываете к человеку, человеку, что вы по отношению к нему хотите, да? И, как бы вы хотели это выразить. Потому что сейчас, на мой взгляд, прослеживается такая не очень хорошая история, когда вы свое проявление по отношению к мужчине воспринимаете, как что-то унижает. Ну, как может то, что мы чувствуем к другому человеку нас унижать? Это вопрос отдельный. А то, что вы, может быть, путаете, то, что вы хотите к человеку, с тем, что вы хотите от человека, да? То есть, то, что вы хотите для человека, вы путаете с тем, что вы хотите от него. И вот это очень важно, очень важно, чтобы это не переплеталось у вас, ну, между собой. Вот. Чтобы вы могли адекватно это все выражать. Чтобы вы могли адекватно все это проявлять. Да? Вот. Как-то так. Как-то так. Ну и, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что вы уже, в принципе, сами могли бы, могли догадаться, да? Как лучше всего написать. Написать лучше всего о том, чем вам хочется с человеком поделиться. Не тем, чего вы хотите от него, а тем, чем вы хотите с ним поделиться. И на этом выстраивать общение. Вот. Также я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Она есть в интернете. Вот. Для того, чтобы немного лучше понимать механизмное образование ссора. Вот. Самые общие какие-то моменты вы для себя, я думаю, сможете найти. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.